Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Каждый человек мечтает знать хотя бы один язык, кроме русского. Сегодня для этого появилась уникальная возможность. В Рязани стартовал образовательный проект для изучения иностранных языков «Инглайф ТВ». И сегодня об особенностях проекта нам расскажут его основатели Марина Кунавина и Екатерина Сергеева. Здравствуйте, девушки! Здравствуйте! Очень приятно! Расскажите, как родилась идея создания такого необычного проекта? Ну, хотелось бы отметить, что идея эта родилась в умах наших двух отцов-основателей. Я хотелось бы их так назвать. Это Сергей и Андрей. Сергей преподаватель английского языка. Андрей обучался у него английскому языку. И каким-то образом возникла такая светлая идея создать такой уникальный проект не только для Рязанского региона и пространства Рязани, но также и для России. Поскольку сейчас вообще много, конечно, образовательных проектов, которые направлены на изучение иностранных языков, но такого масштабного проекта, который затрагивает несколько иностранных языков, который затрагивает множество аспектов изучения иностранных языков, таких, в общем-то, крайне мало. И мы очень рады, что мы принимаем участие в этом проекте и способствуем развитию. Отлично. Расскажите, пожалуйста, какие же языки можно узнать с помощью вашего YouTube-канала? Ну, вот сначала получилось так, что это был английский язык. Да, конечно, преподаватели английского у нас больше всего, но мы стараемся делать различные сферы. То есть у нас есть английский для детей. Это в основном для преподавателей, которые работают с детьми, и для родителей детей, которые изучают английский. То есть это как репетиторство, помощь им в домашних заданиях. Да, да. Там у нас Анастасия создает интерактивную тетрадь, то есть интересные такие уроки, чтобы было не только опознавательно, но и весело заниматься с детьми. Вот. Это английский для путешественников, для туристов. Английский у нас вот Екатерина и Сергей проводят сложности, там, какие-то английского языка, какие-то, может быть, сложные моменты интересные. Вот. Это испанский язык, немецкий, французский, это русский для французов, да, то есть мы работаем еще в обратную сторону. И просто еще русский язык у нас есть, там, как подготовка к ЕГЭ, ну, то есть свой язык тоже превыше всего надо знать. Сколько человек в команде? Вы перечислили такое количество языков, что явно вдвоем вы не справляетесь. Ну, слава богу, то, что в нашей команде все прибывает и прибывает, поэтому можем перечислить просто по именам. У нас, получается, Марина, наш чудесный преподаватель испанского языка. Я занимаюсь преподаванием немецкого и английского языков. У нас есть замечательный наш Сергей, который преподает английский язык. У нас есть прекрасная Даша, которая учит нас китайскому языку. Надеюсь, мы тоже когда-нибудь сможем его выучить. У нас есть прекрасная Катя, которая создает чудесные уроки для туристов, что, я думаю, этим летом очень актуально для всех для нас, поскольку лет, к сожалению, не хочет прийти в Россию в этом году. У нас есть чудесная Люся, которая снимает и делает прекрасные уроки для франкофонов, то есть для франкоговорящих, а также и для русскоговорящей публики, то есть это уроки французского языка. И недавно влилась в нашу команду, я думаю, известную всем филологу Ана Мажарова с уроками русского языка. Поэтому наша команда большая, крепнет. И вот Марина упомянула про интересные уроки, про интерактивные тетради, которые создаёт Настя. То есть, видите, у нас такая наша публика и аудитория очень широкая и направлена не только для тех, кто просто хочет изучить иностранный язык. Можно выбирать из большой массы и набираться опыта и знаний у нас. Расскажите о формате проекта. Как это выглядит для обычного человека? Неужели действительно с нуля можно таким образом выучить язык? Прежде всего, надо сказать, что наш проект, как мы уже сказали, для разной публики. И есть уроки, которые предназначены для людей, которые сами изучают языки. Есть уроки, которые в помощь, например, преподавателям, репетиторам, особенно начинающим. Потому что как только ты выходишь из института, у тебя в голове такая некоторая каша, и ты не знаешь, за что хвататься. У нас есть уроки структурированные с нуля, например, немецкие, китайские, испанские. Есть уроки, как я уже сказала, английские о сложностях, каких-то сложных моментах. Возможно ли выучить с нуля только по этим урокам? Но я бы сказала, что это скорее для структурирования уже, если ты когда-то изучал язык, либо такая помощь в изучении. То есть что-то ещё, конечно же, необходимо. Во-первых, практика, потому что по видео вы не сможете проговорить что-то. Да, у нас есть какие-то видео, где рассчитано, что мы, например, задаём вопрос, люди отвечают, мы повторяем, то есть предполагаем ответ. Но всё равно, конечно, этого недостаточно. Уроки в том числе полезны нам самим, как преподавателям, потому что, например, у меня есть групповые уроки. Допустим, какой-то человек пропустил занятие, я ему могу этот урок прислать, он посмотрел, чтобы не отставать от группы. То есть такая обоюдная, в общем, получается, для людей удобная, и нам самим тоже вот такая вот подмоговая ручка. Какой язык сейчас пользуется наибольшей популярностью, где больше всего просмотров? Ну, кстати, что удивительно, несмотря на то, что самый, пожалуй, изучаемый язык – это английский, и поскольку он нужен в каждой стране, и несмотря на то, что на китайском говорят тоже довольно много, человека более миллиарда, но всё-таки английский пользуется большим спросом. Хотя у нас невероятно интересные уроки по испанскому языку, поскольку для нашего русскоязычного пространства это, наверное, в новинку, поскольку не много вообще преподавателей, которые создают такие уроки с испанским языком. И, на удивление, немецкий язык тоже пользуется большим спросом. Возможно, людям даже интересно нисколько укреплять и развивать свои уже какие-то существующие знания, поскольку серия моих уроков немецкого, они структурированы, то есть это немецкий для начинающих. И приятно, когда люди оставляют отзывы за «Спасибо за интересные познавательные уроки». Это очень приятно, и это сподвигает к дальнейшим действиям, к дальнейшему развитию вот такой вот серии. А вообще, конечно, хотелось бы отметить, что наш проект – это не только образовательный проект, поскольку язык – это явление культурное, и, соответственно, мы хотим, чтобы наши зрители, наша публика разбиралась не только в каких-то языковых особенностях, в многообразии тех языков, которые у нас представлены на канале, но также и в каких-то культурных многообразиях мира. Поэтому мы создаем такие развлекательные несколько видео о интересных явлениях вообще в языке, в современном, в английском, в немецком. Недавно стали делать такие же ролики о испанском языке, для того, чтобы люди знали о тенденциях вообще языка, поскольку язык – это такой организм, и он живой, и он развивается. И, конечно, хочется идти в ногу со временем даже в этом направлении. Отлично. Марин, ты преподаешь испанский язык, действительно, не классический язык для нашего региона. Расскажи, как рождаются идеи тем, что можно выучить с помощью таких видео? Ну, во-первых, если мы говорим конкретно про серию уроков, мы начали с самого нуля, но первым видео было причиной изучать испанский, потому что многие думают, ну, действительно, что это такая экзотика. На самом деле испанский второй по распространенности после китайского, то есть английский, да, там. По распространенности, что имеется в виду? По количеству носителей. Потому что, ну, мы знаем, что в Китае, да, большое количество людей, большое население, а испанский – это не только Испания маленькая, это Латинская Америка. Вот. И сейчас такой демографический бум, то есть очень много подростков, детей рождается, да, много людей, и поэтому на испанском говорят большое количество человек, и он набирает обороты. Вот. Что касается роликов таких, вот мы начали снимать, знаете, форматы Инстаграма, такие двух-трехминутные короткие ролики, вот мы старались отрагивать такие вещи, которые встречаются, может быть, в жизни, но мы не знаем, что это испанский язык, да, допустим, вот распространенная была реклама, помните, Галина Бланка, Бульбуль, на самом деле это Гаина Бланка, это белая курица, если вы обратите внимание на кубик, там действительно белая курочка нарисована, это испанская, вот. Потом, например, Чупа-Чупс тоже пришел из Испании. То есть какие-то такие небольшие факты, они вроде бы развлекательные, ненапрягающие, но в то же время они заставляют, может быть, посмотреть что-то еще, то есть заставляют нас еще каким-то образом углубиться в язык, в культуру. Вот. Вот таким вот образом. То есть такая активизация человека. Да, 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 то есть чтобы это были не просто какие-то скучные лекторные, да, занятия, видео, а чтобы было что-то такое, что человек подумал, что здорово, то есть язык учить это может быть интересно. То есть все нужно для того, чтобы человек несколько иначе взглянул на привычное свое окружение и открыл для себя даже в этом привычном что-то новое и интересное. Вы уже упоминали, что уроки создаются не только для русскоговорящих людей, чтобы они изучали иностранный язык, но и наоборот для иностранцев о русском языке. Пользуются ли такие уроки спросом? Ну, у нас уже существуют подобные уроки для франкофонов, то есть для тех, кто говорит на французском языке. Конечно, очень необычные уроки. Иногда даже хочется посмотреть их на французском, чтобы узнать, возможно, что-то новое о своем родном языке. В принципе, да, такие уроки довольно интересные и просматриваемые. И дело в том, что мы не только создаем уроки о русском языке на иностранном, но также на иностранном, об иностранном. То есть мы, к примеру, создавали видео на английском языке, но про испанский язык, поскольку хочется ориентироваться не только на русскоговорящую публику, не только в масштабах России работать, но также и в масштабах других стран, поскольку, к примеру, как Марина отметила, испанский язык после китайского очень распространен. Действительно, очень много людей, которые на нем говорят. И если мы возьмем, к примеру, Соединенные Штаты Америки, там очень много испаноговорящих. И поэтому подобные уроки, когда вы рассказываете об испанском на английском языке, они могли быть тоже очень интересны, поскольку, казалось бы, таких уроков должно быть много в пространстве Ютьюба, но на самом деле нет. И поэтому, возможно, они будут даже полезны тем русским, которые знают английский язык, и которые хотят таким образом свои знания улучшить и в английском, и в испанском. Поэтому мы стараемся прощупывать разные ходы, каким образом быть интересными и, в первую очередь, конечно, полезными нашему зрителю. То есть, получается, что можно сразу несколько языков, по сути, учить параллельно, и с английского на китайский смотреть, с китайского на английский употреблять свои знания. Да, это очень интересно, и это мощный такой заряд для мозгов. И когда вы хотите действительно прокачать уровень своего языка, это чудесная возможность, если вы, к примеру, хотите или выучить новый язык, или же узнать какие-то нюансы, которые вас интересовали, какие-то сложности в языке, смотря это не на русском, а смотря на это на каком-то другом языке, который вы уже знаете. Поэтому это очень здорово, очень интересно. У нас просто за Инстаграмом, за Ютубом стоит Екатерина, и все обратные связи в основном первые видят она, получает комментарии. И, может быть, Катя поточнее про это расскажет, про то, что действительно носители языка, например, допустим, немцы, которые просматривают канал англоговорящий, США, Британия, кто еще, я не знаю, кто-то просто говорящий на английском, как на втором, что они присылают даже, наверное, больше обратной связи, чем наша публика, так скажем. Больше открытая, больше такая отдача. Это действительно мотивирует, заставляет. Причем, когда люди делают какие-то, так скажем, заказы, то есть они просят там, ой, расскажите про это, расскажите про то. Это действительно ты видишь, что ты работаешь как бы не впустую. Так как мы начинаем сейчас, у нас не так много еще пока что обратной связи, и поэтому вот эти вот какие-то не такие частые, может быть, редкие, скажем, комментарии заставляют тебя действительно посмотреть, в каком направлении интересно людям было бы смотреться, в каком направлении нам двигаться, и в каком направлении людям интересно было бы смотреть дальше эти ролики. Мы знаем, что в 2020 году сейчас ходят слухи о том, что ЕГЭ по английскому языку станет обязательным предметом для выпускников. Поможет ли это подготовиться, чувствовать себя более уверенно? Потому что я знаю, что у многих с этим проблемы сейчас. Но так как действительно хочется идти в ногу со временем, и поскольку мы следим за этими тенденциями, за теми изменениями, которые вообще в сфере образования происходят у нас в России, соответственно, мы пытаемся влиться, так скажем, в этот поток, и мы сейчас разрабатываем специальные видеоуроки для тех, кто будет сдавать ЕГЭ. И поэтому я думаю, что они будут успешны. И, конечно, сейчас на пространстве в интернете существует уже масса уроков, масса советов, как сдавать какие-то лайфхаки интересные, каким образом можно подготовиться, каким образом не волноваться, как набрать как можно больше баллов. Поэтому хочется, конечно, найти что-то такое уникальное, действительно дать толковые советы, которые помогут будущим выпускникам, школьникам подготовиться к ЕГЭ по английскому языку. Вполне возможно, что и ведут по каким-то другим языкам ЕГЭ, поэтому мы будем следить за изменениями. В этом году у нас в Рязани, как ни странно, сдавали по испанскому ЕГЭ. Я просто вхожу в комиссию, в приемную, но мы проверяли устную часть, устную и письменную, то, что не проверяет компьютер. Так что кто знает, что будет через несколько лет, может быть, и китайские люди будут сдавать. Потому что языковая сфера изменяется. Это чудесно, что в Рязани появляется так много иностранных языков, и самое главное, что они востребованы. И это очень чудесно, что люди интересуются, что люди хотят развиваться. И, как Марина отметила, я слежу за продвижением, так скажем, нашего проекта. И очень похвально, мне очень приятно видеть статистику, когда просмотры, к примеру, большой процент – это люди после 25 лет. Это говорит о том, что люди хотят развиваться, и люди интересуются. И мне кажется, это замечательно, поскольку саморазвитие – это замечательная вещь. Их хотелось бы действительно, чтобы люди вот так вот прокачивали свои знания и набирались интересного, нового, благодаря нашим чудесным видеоурокам. Спасибо большое, что были у нас в студии. Желаем удачи вам и развития проекта. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас были авторы образовательного проекта InGLifeTV по изучению иностранных языков. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова